Мне очень интересно, Александр Григорьевич. Мы здесь, жители приграничного региона с Литвой, давно ценим истинное дружелюбие литовского народа. У нас здесь, естественно, экономические связи, родственные связи с литовцами. Но вместе с тем, вы недавно очень мудро заметили, что касается прошедших выборов в Польше. Поляки опустили, но с писавцем. Они описались с писавцами, я так сказал. Грубовато, но... Так вот, и у меня по этому вопрос. Возможно ли восстановление дружеских отношений с поляками? И как итог, в ближайшее время у литовцев тоже будут свои выборы. Возможен ли вариант, что литовцы, литовский народ, избиратели, они заставят свою власть работать на интересы своего государства, а не будут плясать под дудку Вашингтона или Брюсселя? Есть основной принцип. Соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю, соседи от Бога. Их не выбирают, они от Бога. А если ты сосед, ну, какое-то время, да, подойдешь к забору, камень бросишь на соседний огород там и прочее, а потом все равно соберутся, чарку вместе выпьют. Поэтому бывают разные разногласия, ссоры и так далее. Это приходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена, не границ. Ну, вы же понимаете, что не мы в этом виноваты. Вот я часто над этим думаю. Ну, а вот мы где-то что-то не так сделали. Да нет. Мы никогда не обижали никого. Вот они возмутились. Мы строим здесь атомную станцию. Я говорю, что у нас две точки было для строительства атомной станции. Почему я здесь выбрал эту точку, одну из двух? Я вам сказал, я хотел, чтобы по развитию получил этот край. Там проще. Возле России, ближе рынок и так далее. Здесь надо было людям дать эту отдушину. И они все время ноты говорят, по случаю ввода станции сегодня, какую-то ноту прислали. Я говорю, в унитазе места у нас хватает, пусть присылают. Но я им тогда говорил, литовцы, одумайтесь, мы все равно построим эту станцию. Ни американцы, ни европейцы, никто нам не помешает построить. Мы принимаем решение, что нам делать на нашей земле. И мы ее построили. Я говорил о том, что вот Налинскую станцию закрыли. 3000 безработы людей. Приезжайте к нам. Приезжайте. Я же в университетах создавал эти разные факультеты, кафедры для того, чтобы готовить. Сейчас, слава богу, уже развернулись. У нас не было специалистов. Я в Россию посылал энергетику. Вот у него с энергопредприятий забирал людей, не атомных, обычных. И посылал в Россию по полгода, по два года учили людей. Вот с ребятами разговаривал, они проходили практику в России. А здесь под боком, рядом, говорят, давайте это будет общая наша станция. Вы свою одуревшую закрылись, сейчас жалеют. А мы будем производить электроэнергию по нормальным тарифам вам будем продавать. Ваши люди будут у нас работать. Я по-человечески им предлагал. Ну, вы правы, там же не они управляют страной. Я в Литве был больше в советские времена, нежели будучи президентом. Хотя был там один раз и будучи президентом. Это наши люди. Это наши нормальные люди. Да, своеобразные, потому что они белорусы, они литовцы. Ну, на нас там евреи немного тут походили, потоптались. Они там не очень их пускали, черта оседлости. Ну, в общем-то, похоже. Век жили вместе последний. Чего нам делить? Ну, они выбрали такой путь.